Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук, и мы сегодня находимся в экспо-форуме. Выставка посвящена строительству и все, что с этим связано. Если вас интересует загородная недвижимость, обязательно не переключайтесь, досмотрите этот ролик до конца, потому что в этом ролике будет идти про инвестиции, то есть как выгодно вложить свои деньги, как быстро провернуть ту или иную сделку. Обязательно это будет рассказываться сегодня на видео. А также какие-то интересные технологии покажем, что сейчас строить загородную недвижимость становится очень выгодно. И не только загородную недвижимость, и вообще интересно вкладывать куда-то деньги. Поэтому смотрите и подписывайтесь. Я занимаюсь загородной недвижимостью. У меня есть в коттеджном поселке, это ДНТ, часть объектов, которые я строю и планирую продавать. В принципе уже часть домов продают. Существует как бы две сделки. Это за наличные, люди просто продают квартиру и в принципе это никого не парит, они оставляют деньги. А второй вариант это все-таки рассматривать ипотеку. И вот здесь, я так понимаю, существует трудность, потому что там, где есть ИЖС, там можно получить кредит. А вот ДНТ, это возможно? Ну, смотрите, где земельный участок, БДЖС, банки любят, скажем так, такое назначение, с этим проблем нет. Приоритетность высокая, соответственно ипотеку можно получить. Детальное рассмотрение, более детальное с каждым клиентом. То есть нужно смотреть по документам, что именно оформлено, как оформлено, как прописано в ЕГРН. Скажем так, менее банки любят такие объекты. В целом, загородная недвижимость банки рассматривают, скажем так, во второй приоритетности после квартиры. А с чем связано? Квартира это больше ходовое, скажем. Во-первых, проще реализуемое с точки зрения залога, быстрее оформляется, проще с этим работать. По закону, 214 федеральному закону. По банкротству, да, легче работать? Да, да, по жилым домам немножко история следующая, потому что жилой дом есть и земельный участок, и сама недвижимость. Здесь тяжелее юридически, и по оформлению залога, оформлению собственности, разрешению строительства. Здесь немножко вот в этом нюансе. Я вот сейчас просто, ну, ещё раз говорю, занимаюсь строительством. Опять же, корректировки внёс 2020 год, связанный с пандемией. И многие компании уже пересмотрели вообще форму работы с людьми. То есть многие люди находятся на удалёнке, и, в принципе, все начинают пересматривать. А есть ли смысл ходить в какой-то офис, когда можно работать на удалёнке? И поэтому спрос сейчас, вот я, по крайней мере, вижу, да, что он реально очень большой. Именно на загородную недвижимость люди не хотят жить в человеке, как это очень такой сильный запрос. И банки, мне кажется, должны, ну, реально это риски, но риски достаточно оправданы. Люди закладывают что-то, какой-то объект, на то что-то стоит. Ну, смотрите, загородная недвижимость плюсы, да, большие площади, простор, участок, но минусы какие? Стоимость? Всё равно она дороже будет в итоге. Нет. Ну, здесь надо смотреть. Нет, я сейчас и объясню по поводу загородной недвижимости. Загородная недвижимость бывает там в 100 километрах от такого города, как Санкт-Петербург. А бывает там, условно говоря, даже в черту входит. Ну, например, если взять Ропша, она не входит в Санкт-Петербург, да, а Ломоносов входит. Хотя по километражу Ломоносов намного дальше. То есть примерно, не знаю, там, условно 40 километров вот досюда, да, например. Ну, даже 34, хорошо, примерно так. То Ропша, это получается, ну, километров 12. То есть это в районе Стрельников. Здесь надо, ну, по цене надо смотреть. Просто у нас здесь как... Мы сами с точки работаем, основное направление по Москве. Вот здесь, если брать просто вот московский рынок, то именно почему загородная недвижимость... Сначала приобретается квартира, загородная недвижимость приобретается, как правило, если уже имеется квартира. Почему? Потому что доступность, если кто работает, ездит с области, ну, наверное, в Санкт-Петербурге везде не похожая история, ездить в Москву, в город работать обратно. Да, но если там ребенок маленький, скажем так, детсадовского возраста, если же говорю сейчас о школе, то многие могут просто написать заявление и перевезти ребенка на онлайн. То есть я сейчас к чему? О том, что нет такой сейчас ценности, как в квартирах, как уже в загодном недвижимости. Я вот просто, еще раз говорю, занимаясь продажами, это ощутил, вот это реально идет волна. И это, являясь по форме как этот правовой индивидуальный предприниматель, вот меня интересует, возможно ли это, если я строю какой-то объект, и банк может ли выступить в этом случае как кредитующим плечом, скажем так. Ну, как проектное финансирование получается, то есть выдавать денежные средства? Нет, за свои средства, полностью инвестиции, то есть там есть понимание, чего сколько стоит. А чтобы у меня… Это все рассматривается, и дома, и загородные, просто если брать общий спрос, квартира там в разы, то есть я не знаю, рынок там 80%, и там 85%, и 15% это загородная недвижимость, в любом случае, приоритетность это явно не первая, пока. Да, пока еще, да, но идет осознание этого. И всегда, ну, если брать, опять-таки, московский рынок и загородная недвижимость в Москве, если брать зону доступности, чтобы ездить на работу, она все равно ценник, предел, ну, гораздо выше, то есть загородный дом в Москве в пределах там 15 км, это там 15-25 км, условно. То есть квартиры все-таки 8-9-10 можно найти, то есть, ну, опять-таки, тут надо смотреть. Все хотят и квартиры, ездить на метро, добираться удобно, то есть трафик – это очень важный момент. Загородная недвижимость, как правило, все-таки это не первая недвижимость, а именно, ну, по профилю вторая идет. Ну, да, для среднего, скажем так. Это если брать средний класс. Средний класс, да. Ну, понятно, если что-то из бизнеса, здесь загородные дома, это больше, может быть, и для жития, если он имеет возможность, не привязан ко времени, к рабочему, да, здесь люди живут там, понятное дело. А те, кто вот обычный класс, который к 9-10 ездит на работу, то все равно это, ну, приоритет сам, все равно смотрят на квартиры. Ну, даже у нас самих, там, у всех, там, квартира в приоритете, только потом загородный дом. Хотя дом, по идее, это гораздо интереснее, это мечта каждого. Да, это все же, ну, смотря для кого, если мы говорим о фрилансах, да, ну, о фрилансерах, то понятно, что фрилансер может жить и где-то там далеко. И сейчас, да, очень много людей, которые занимаются, там, ведут своим, да, IT-блогеры, все, кто создает свой какой-то инфопродукт, они все могут находиться где-то на удаленке, вообще даже не здесь, а, там, в Сочи уехать. Вот именно эта категория людей, как раз загородные дома, IT-среди. Вот они как, я вот сейчас вот про это говорю. Они, да, у них приоритет, просто у меня знакомый даже, у нас наш IT-специалист, бывший руководитель, там, IT-направления, он сам себе дом в загородном купал, то есть у него приоритет, я могу позволить, потому что ездить на работу, нет необходимости, поэтому он спокойно может жить. Это тогда да, вот для этой категории да, то есть здесь есть узконаправленность, получается, те, кто может бизнес, плюс руководители бизнеса, плюс те, кто не привязаны к рабочим местам. Те, кто привязаны только из-за транспортного трафика вот этого. А вот как раз вот, сейчас мы выявили вот эту аудиторию, для этого аудитории, в любом случае, да, если это ДНТ, это не подходит. Если это СЖС, то больших проблем нет, я так понимаю, и в чьи нечастности. Ну, с СЖС проблем для ипотеки, в принципе, нет, а вот всё остальное, не то, что проблемы, более сложные заявки, их нужно смотреть, рассматривать. Без документов сложно что-то сказать, потому что по документам отсматриваются риски. Вот, здесь всё не дарит. Примерно, а какие вот нужны гарантии для того, чтобы получить кредит? Самое главное – это финансовое положение, то есть, чтобы клиент работал официально, 2 НДФЛ, форма банка, если справка, подтверждение, в общем, подтверждение дохода официально. А самозанятые подходят сейчас? Самозанятые, вообще, мало кто любит Сбербанк. То есть, это вообще не есть, только Сбербанк, и то это… Это новая для нас, в принципе, категория, и только Сбербанк пока рассматривает, вот, в основном, это те, кто может доход подтвердить. Если он доход может подтвердить, это уже большой плюс. Если просрочек, в принципе, не было по кредитам, это второй большой плюс. Да, но с другой стороны, человек, который работает как самозанятый или там, или данный предприниматель, да, он более предпочтительнее с точки зрения финансов, потому что он не отдает 43% своих, как человек, который работает официально на работе. Потому что 2 НДФЛ – это, понятно, там указывает, сколько вы там заработали, вот, и сколько вы заплатили налогов. Но есть еще и другие налоги, которые ежемесячно начисляются. Если смотреть с точки зрения банка, то приоритет дадут на человека, у кого 2 НДФЛ, с большой, ну, так, скажем, средним доходом на 80-100 тысяч, нежели индивидуального предпринимателя. Потому что не любят банки рассматривать как собственников бизнеса индивидуально, именно рассматривать так, как физлицо под ипотеку. Потому что, ну, я знаю, когда идет банкротство, то все, кто подает, они имеют право на получение каких-то денег, скажем так, средств с продажи имущества индивидуального предпринимателя. Да, идеальный клиент для банка – это хороший 2 НДФЛ, не менее, там, ну, условно, 80 тысяч рублей, там, 60. Постоянный стаж на последнем месте работы, общий стаж и просрочечный днев. Вот, это идеальный клиент, ну, для ипотеки. Хорошо, спасибо. А можно еще, да, что-то, какой-нибудь… Да, вы можете поучаствовать, кстати, у нас. А что такое участник? Просто возьмите. А, одно? Открывайте. Беспроигрышный. Можно, да, поставить? Чью беспроигрышную лотерею, представляешь? Так. Нет, наоборот. Вы можете к нам обратиться, нет, если у вас есть автомобиль, имущество, вы можете застраховать со скидкой 20% через нашу компанию. Просто уже скидка, при имеющейся фокусе. То есть, вот у меня, я, например, плачу каск. Вот, допустим, каск, да, если у вас… Ну, смотрите, у меня каска где-то 120 тысяч. 120 тысяч? 120 тысяч. Все зависит от сантовой компании, и до 20% вы можете получить скидку. Все, я понял. Сохраню. А это именно сейчас надо, или у меня просто в июне, в июле где-то так, в июне? Просто в течение года. А, в течение года, да? Все хорошо, все, понял. Он меня снимает. Он меня снимает, да. А, он вас? Да, меня снимает. Сколько вообще вот необходимо квадратных метров, да, чтобы поставить домик там? Ну, какие-то есть? 36 метров. 36 метров. Бесконечности. Хватите 500, ставьте. Все, это были квадратный метр, безсоретные каникулы. А вот тут написано, два месяца бесплатно. Да, да, да. Ну, и потом первая линия. Здесь же, знаете, гипермаркеты все, вы приезжаете, сразу же попадаете в аутлет наш. Вот этого, да? Там была метрика, но ее сейчас нет, сейчас вот нам в Гринболе. Ну, нет, вот это сейчас, это впервые в этом, в этом вообще никогда не было, понял? Да, да, охват всего юга, ну, и вообще премиальная площадка для города, это, конечно. Ну, смотрите, вы сказали, там, 500 рублей метр, это 36 метров квадратных? Да. У нас это же недорого, это 15... Конечно, да. 15 тысяч, то это... Конечно, да. Один участок. Земля, да, все верно. А какие-то есть вот условия такие, что вот надо, например, не менее, там, полгода или сколько-то? Есть что-то? Ну, договор обычно на год, а так, в принципе, как хотите. А еще какие условия там, что там, монтаж, демонтаж, вот это все, то есть... Вот подводим 3 киловатта свет, инфраструктура, туалеты, футборд, дорожки, управление, управляющая компания. То есть, а вы куда что рассматриваете? Не знаю, посмотрим. Ну, обращайтесь. Ну, как реклама, это неплохое место, если туда будут ходить. А можно что, типа и баннер какой-то повесить, поставить, да, то есть какой-то... Либо какой-то... Выставочный дом, бани, соответственно, беседки, заборы, все, что связано с загородом, строительство, питомники, ланшафтный дизайн, цветы. Не, у нас дом, получается. Ладно, хорошо, а можно сделать как бы мини-дом, да, условно говоря, и просто показать его? Конечно, да. Мини-дом, например, сделается там, ну, метров 40-50, да, может, 10-36, или мини-беседка, или мини-баня. Так тоже делают, на открытой площадке. Дорожки вот такого плана. Я понял. Хожитый с премиального уровня. Компания Малоза Ятс оформляет дизайн проекта. Они делали Никольские ритматы, так что цена вышла. Хорошо. Я переговорил. Так, ребят, вот сейчас только что мы общались с строителем компании Green... Green Dome? Green Dome, да. Такая компания. И вы знаете, у них получается, что где-то порядка 36 квадратных метров площадь под строительство какого-то объекта в месяц примерно будет стоить порядка 15-17 тысяч рублей. А теперь скажу самое интересное. Получается, что... Надо сейчас пойти и спросить, если этот объект на очень длительный срок предлагает сдачу, то теоретически можно там и работать, и жить даже. То есть делаешь себе маленькую комнатку хозяйскую для того, чтобы там работать. Приезжают люди, ты им приходишь, показываешь, какой у тебя объект. Ребят, welcome, заказывайте услуги по строительству загородной недвижимости. Сейчас пойдем, сейчас, в общем, узнаем и спросим. Короче, Димас, записываешь? Да? Отлично. Смотри, в общем, по количеству лет не ограничено. Сейчас примерно арендная плата 36 квадратных метров земли стоит примерно 15-17 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, в год это, ну, 180-200 тысяч. Ну, 200 тысяч вы платите за, ну, блин, за хорошее место рядом с Бухово, и еще можете осуществлять какую-то финансовую деятельность. Ну, это прикольно. И это можно не на один год, что-то тоже интересное. То есть можно там и жить, и работать. То есть надо бы над этим вопросом подумать. Если сейчас тогда, после того, как все это дело закончится, на следующей неделе в раз поеду с инвестором, пообщаюсь, и что-нибудь мы такое придумаем. Скажите, пожалуйста, они, вот эти апартаменты, они как будут инвесторам зарабатывать? Каким образом? Смотрите, это апартаменты на данный момент у нас два объекта обоих в Санкт-Петербурге в центре. И один из них недалеко от метро гостиный двор, это уже действующий трехзвездочный отель. То есть вы приобретаете недвижимость нежилую, включая мебель, ну и, соответственно, помещение. Сколько стоит вот базовые апартаменты? Осталось около пяти-шести апартаментов в наличии. Стартовая стоимость от четырех с половиной миллионов рублей. Это самый минимальный, около 12-13 метров в квадрате. Сколько 12? Около 12-13. 12 с половиной, если быть точным. Казалось бы, смешно, как говорил Шувалов, но люди все-таки покупают. Потому что центр города, зачем нам большие туда люди приходят поспать и краткосрочно покупать? Я сам занимаюсь гостиничным бизнесом, я примерно понимаю, о чем он говорит. Вы говорите. А вот смотрите, меня интересует. Вот четыре с половиной миллиона, я правильно понимаю, условно говоря, 13 квадратных метров в центре Питера. Какова доходность от этих вложенных четырех с половиной миллионов? Первые два или три года у нас есть гарантированные программы доходности. Это прогрессивно и гарантированно. И по той, и по другой программе у вас есть минимальный порог, ниже которого вы не опуститесь. То есть если говорить про гарантированную, это 9,59. Что такое 9,59? 9,59% от общей суммы вложений. А, условно говоря, ставка такая. Да, 5 миллионов, например, вы вложили. Каждый месяц 50 тысяч вы получаете первые два года. Это у нас гарантированная программа. Это получается где-то у нас, да, подожди, 50 тысяч 12 месяцев? Каждый месяц по 50 тысяч? Каждый месяц в течение двух лет. Это 600 тысяч? Одна и та же сумма. 5 на 12 умножить. Ну, это миллион двести. Да. Миллион двести. Так, а дальше что? И есть прогрессивная программа, она действует первые три года. Там также есть минимальный порог, там 5,59. То есть это в среднем 25-27 тысяч рублей. Это также вы получаете каждый месяц вне зависимости от закуски, но на этой программе вы можете получить больше. Там уже будет зависеть от закуски. У нас заканчивается третья программа доходности. И начинается котловой метод. Какой? Котловой метод. Объясню, в чем смысл. Вся прибыль всего комплекса, то есть если говорить по действующему отелю, у нас 122 апартамента, берется общая прибыль. Она очищается от расходов на персонал, расходы на техническое, эксплуатационное обслуживание. 30% забирает управляющая компания. 70% делится между инвесторами, пропорционально доле владения апартаментами. Что такое пропорциональная доля владения апартаментами? От количества апартаментов у меня, ну да, я так понимаю. Нет, от количества метров. Нет, от количества метров квадратных. А, от количества метров я попадал. Во всей площади, соответственно, гостиницы. Там уже доходность 13-14% по нашим расчетам. Это мы опираемся на то, что апартаменты в центре Санкт-Петербурга, недалеко от метро. И довольно-таки небольшой номерной фонд, который, в принципе, можно будет быстро заполнить. Ну, еще же можно вот этот, есть такая, как бы, технология продаж, называется FED. Суть сводится к тому, что можно, я так понимаю, купить этот объект, получать какие-то дивиденды, да, и с определенным промежутком времени все-таки стоимость растет. И тем самым продать, да. Через кого можно продать? Также через вас? Нет, объясню, во-первых, ну, у нас это возможно, потому что иногда в апартаментах нет такой возможности, так не приобретается доля. Например, наш объект у нас... Так еще раз, невозможно или возможно? У нас возможно, так как вы приобретаете отдельное выделенное помещение, на каждое помещение свой кадастр. Вы становитесь собственником. Предположим, вы решили, я хочу продать, заработать больше денег. У нас, как у продавца, есть первоочередное право походить. Вы отправляете нам предложение, что я такое-то, такое-то хочу продать вам по такой-то сумме. Тут мы решаем, мы или отказываемся, или соглашаемся. Если мы отказываемся, то тут вы уже больны и сами ищете покупателя. А есть уже какое-то понимание того, какой прирост именно даже с учетом продажи? Это же тоже процент. То есть, грубо говоря, вы сказали, два года есть прогрессивная шкала, есть гарантированная, а потом дальше мы переходим на котловой метод. Котловой метод. Котловой метод, да. Получается, что если взять три года, ну, примерно, вот вы говорили, при прогрессивной это примерно 13,5% получается. Да. То котловая дает больше, да, я так понимаю? Чисто теоретически, да. Теоретически, давайте так. Но практически, понятное дело, никто не может... Это же риски. Инвестиции – это всегда риски, да. Но мы понимаем, что эти риски, они все-таки застрахованы в виде подратных метров имущества, которым мы, скажем так, владеем, да? В виде собственности. Хорошо. Нет, это хорошее предложение. Интересная схема. Еще раз говорю. Смотрите, объект стоит 4,5 миллиона. У меня нету 4,5 миллиона, но у меня есть, например, там 3,300. 1,2 миллиона за 2 года компания мне, условно говоря, гарантированно выглашит. А, я поняла. Нет, у нас такой схемы нет. Если... Ну, банк привлечь. Да, вы можете обратиться в банк, и вы 3,3 отдадите от своих, а 1,2 миллиона возьмете у банка на кредит. Мы сотрудничаем с банками, это все у нас, все абсолютно чисто, прозрачно. Да, и немножко пару комментариев. То есть, получается, можно заработать деньги, то есть, имея 3,300, да, купить объект, а потом его еще и подороже продать, то есть, грубо говоря, этот объект может, ну, принести, даже если взять 1,2 миллиона, да, прибавить еще, может быть, даже тоже миллион, да, то есть, получается, где-то, ну, наверное, плюс-минус 2,5 миллиона за 3 года. То есть, вот, 3,5 миллиона могут дать за 3 года 2,5 миллиона, я правильно понимаю? Это если у нас есть... Так, вот это надо видео вообще просто спрятать и проверить, протестировать. Ну, это, я думаю, что эта схема реальна вполне, в принципе. Почему бы нет? Да, слушайте, даже когда на этапе застройки, если учитывать, с каких стартов мы начинали, как застройщика, стоимость была на 10% меньше. То есть, точно так же, как я сравниваю с другими объектами, но это, в принципе, стандартная схема застройщика, что изначально выгоднее лучше покупать на этапе строительства, потому что цены минимальные, потом уже людям психологически легче покупать то, что уже готово. Соответственно, и стоимость, за это мы можем предоставить больше. С мебель причем. Вы сказали с мебелью. 4,5 миллиона, это с мебелью. И категория комфорт 2,5-2,3 ста, это в будний день. И, соответственно, в праздничном около 3 тысяч. Хорошо. А скажите, такой вот момент есть. Могу ли я, ну, например, понятно, что вы платите порядка 10-15%, если клиенты приходят вам, скажем так, с этих площадок, таких как Booking.com, и прочее-прочее. Сейчас 20% берет. 20%. Если я как собственник могу, например, куда-то отправлять, есть ли какая-то такая составляющая взаимодействия? Скимичная система? Нет, не скимичная система. Смотрите, есть у меня одно помещение, в которое я уложил деньги. Но я же могу вас еще и дополнительно подрабатывать как тот же аля бутингом и отправлять вам, своих клиентов, да, или нет? Нет, мы такое не практикуем, поскольку это уже считается, что вы в какой-то степени начинаете вмешиваться в дела нашей управляющей компании, то, как она сдает. То есть у нас в договоре все прописываем, что вы не имеете права, когда заключаете с нами договор, отмечать рекламную деятельность, как-то самостоятельно все это сдавать, потому что это, опять же, начнется в инегрет. Нет, это, кстати, такой вот момент, который надо было здесь обсудить, на берегу. Чтобы потом у нас конфликтов не было с вами. Вот, хорошо. Ну что, в принципе, все, Дарья, очень классно, спасибо большое. Все, я контактик взял. Какой контактик? Ну вот это же вот ваш. Ой, давайте. Так, я теперь их я вам дам. А скрепочку тогда можно, да? Да, вот я. А это что у вас за водичка? Такая для всех? А я вообще все, да. Да ладно, сойдет. Это апельсин в шоколаде. Да ладно, блин, вы покормили нас, вообще круто. Это мы не зря зашли. Это вода. Спасибо большое. А в логичном. Еще пакетики есть, наверное, да, у вас? Нет? Пакетик есть. Есть? Ой, спасибо, а то... У вас там дерево было. Вот ваш этот самый, на ваш прикрепите. Где только что был. А, вот. А, вот. Могу еще маску дать, хотите? Давайте. Еще и маску дают. Ну, добавь все курсы. Что это такое? С чем его едят? Это... Что это за корм? Комашки для комаров нужны, чтобы избавить ваш участок от комаров в моши. Ага. Они привлекают комаров, ловят их и истребляют ваш участок. Комары живут локально, они не могут перемещаться далеко. И вы можете с помощью установки избавить себя от мучения. Так, давайте так, смотри. А цена вопроса вот этой установки. Ну, это там, где очень много каких-то деревьев, влага, да, присутствует? Нет, это на дачах, в коттеджах устанавливают. Ага. Это там, где люди хотят, чтобы их не писали. Я понял. Вообще какой-то есть вот, ну, что это за аппарат? Это Mosquito Magnet, американская разработка. Нужно для работы пропан, чтобы он плевый выделял СО2. Также для работы нужна приманка, которая имитирует запах человека на основе животных жиров. По стоимости, младшая модель, которая работает так же, ей нужна сеть для включения, вот, потребляет очень мало. Младшая модель стоит около 40 тысяч рублей, а старшая автономная модель со своим аккумулятором стоит около 80 тысяч рублей. У нее еще другие есть плюсы. А вот это что такое? Это скиттер-вак, это немножко другое производитель. Ну, это все тоже для насекомых комаров, да? Тоже, да. Ну, комары может, но для комаров тоже. А, еще и может. А вообще есть, скажем так, границы охраняемой территории какие, вот, в квадратных метрах? Ну, около 10 соток в среднем. А, 10 соток? Зависит от рельефа вашего участка и застройки. Если это чистое поле, оно и 40 так возьмет вообще чистое поле. Ну, примерно такое. Так, около 10 соток. А это получается автономная, да? Это автономная, можно поставить в совершенно другое место. Ничего не требуется ей, кроме баллона и приманки. То есть, не закапывается. А она не закапывается, вот так и стоит? Нет, не закапывается. А, вот так все в таком месте. Она должна стоять в обдуваемой зоне, так как, если вы ее поставите около забора, она не будет обдуваться и меньше захватка ворота. Ну, меньше привлечения. А вот вы говорите, что чем-то отличается, ну, кроме аккумулятора, да? Аккумулятор там все относительно стоит, скажем так. Да, отличается. У меня есть приборная панель, где можно включить экономичные режимы, можно видеть коды ошибок, если, допустим, было холодное, она отключилась, потому что, к сожалению, у нас в Питере холодные. Бывают ночи. Да, она отключилась, мы увидели, что вот она не работает. Также она сама запускается. По алгоритму? Да, она видит, что она отключена, у нее висит тут ошибка. Спустя время она включается, если тепло, включается и работает дальше. А эту модель нужно самостоятельно нажать включить. Ну, это не проблема, получается. Не проблема, не проблема. Самое главное для наших клиентов отличие, это то, что это от сети, а это автономное. Ну, теоретически, купив аккумулятор, но только его безопаснее надо, да, я так понимаю. И, условно говоря, это тоже может быть автономным. Ну, имеется в виду по границам. Хорошо. Какие-то еще вспомогательные вещи нужны? Вы говорите, приманка есть. Сколько стоит приманка, например, да, и где она продается? Около полутора тысяч рублей продается либо у нас, в Амстербурге можно приобрести, ну и также в других интернет-магазинах. Приманка пахнет грибами. С грибами. Грибами? Ну, да. Точно реально, грибами. Да. Все производство в Америке, ну, есть американские заводы и в Китае комплектующие. А вот это что такие, вот эти штучки такие вот зеленые? Из интересного это термоцелл, переносной фумигатор. Что это? Переносной фумигатор, по сути. Вот. А что стоит? Можно взять. Это около двух тысяч рублей. Да, ладно. Серьезно? Да. Но это недорого. Это недорого. А вот его, так. Но работает только с пластинами термоцелл. Потому что если вы поставите пластину от обычного домашнего фумигатора, эффекта не будет. Вот. Тут очень мощные пластины, его дома использовать нельзя. Вот. Это в походе. Да, задохнуть. Дим, тебе нужен такой. Ты понимаешь. Обычно используют рыбаки на двоих, там, кладут между... Ну, в поход небольшой компании, человек 5-10, достаточно немножко? То есть тут пластина, рассчитанная на 4 часа работы. Вот. И здесь баллончик с газом. Баллончик с газом? Ну, да. А газ где этот самый покупать, заправлять? Вот я и говорю, комплектующий им нужно. То есть вы покупаете дальше наборы либо на 12 часов, либо на 48 часов и больше. А вот это тоже, да, я так понимаю, есть? Это скорее как фонарь. Водонепроницаемый, вешается в палатку, вот, а здесь также можно включить ультрафиолетовую... Излучению, скажем так, ну, свет, да. Скажем, лампу, но она скорее больше как фонарь. Это если в палатку повесить, то... Какая-то мошка, можете лететь и сгореть, но... Ну, в первую очередь, это все-таки фонарь. Да, также мы торгуем еще ловушками для крыс. Для крыс? Крыс и мишей, да. То есть крыс выходит в приманку, в конец, вот, крыса забегает, четырьмя лапами наступает и, к сожалению, умирает. В смысле? А это ножи? Ее... нет, почему ножи? Током удаляет, да. И дальше вы ее просто подряд перейдете и включаете с ног. Прикольно. Сколько стоит? Для мошей такие же... А что столько стоит? Для крыс? Для крыс? Три с половиной тысячи. Да, три с половиной тысячи для крыс. Это и аккумуляторный зарядил, поставил, да? Да. Там... нет, нет, там батарейки. А, там батарейки? Батарейки, да. Какие? Пальчик? По-моему, C. Какие батарейки рон-то? Батарейки для чего? Для крысловок. Крысловок. Эти мы в этом году не продавали. А у Виктора стандарт D, такие колбаски. Формата D. Формат D. Да, ну ладно, найдем. Короче, круглые батарейки. Да. Толще, чем 2. А, примерно я понял, о чем я так ищу. Хорошо. Спасибо большое. Данный объект это ПП1, вот 4-кубовый внутренний объем, ну минимальный. Есть, соответственно, модели побольше. А это полностью герметично, да, то есть получается? Да, но полностью герметично. Это вы сейчас, ну, это срез такой просто сделали? Естественно, да, что мы с вами видели, все, что вы внутри видите, кроме вот этого антуража, это уже идет сбор. То есть, в принципе, изделие закопали, кабель электрический пробросили для фонаря, все, вы можете пользоваться. А, это его где? Можно просто на участке вкопать? Ну, это желательно именно на участке. Не, понятно, но... В грунт, да. Все, я выкапываю яму и говорю, что вот у меня здесь погреб. То есть, ну, не в доме, а именно вне дома, да, это висит? Значит, чтобы, ну, температуру мы могли регулировать, нас интересует... Электричество. Температура грунта. Именно грунта. А, грунта. Да, так надо в грунте. Вы можете закопать стокольный этаж, его поставить, но при этом не сможете делать регулировку, отслеживать. Именно от грунта идет температура. Там она примерно постоянная, ну, за счет этого вы можете вентиляцию, да, меняете поток. У нас идет, ну, обычная физика, элементарная, и у нас идет, как говорят, и давление меняется, собственно говоря, ну, влажность. Еще раз заново. Вам нужен просто грунт, а туда доступ нужен, да, сюда или не нужен? Да, доступ будет через верх у вас, через крючок. Не, ну, я потому что, ну, вот сейчас вот берем просто, я не знаю, ну, вот в Ропши есть у меня участок. Да. Вот, я вкапываю на 2,5 метра, да, я так понимаю? Совершенно верно. 2,5 метра, и этого достаточно, да, то есть вот сделал вот такую теплоизоляцию, да, поставил сверху, и все. То есть я могу сюда ходить, и здесь будет уже всегда равномерная одна и та же температура. Температура будет неравномерная, вы должны будете регулировать систему вентиляции. А, продувку, продувку, да? Да, совершенно верно. А как это регулировать? Значит, вот здесь у нас механические, вот они, механические, собственно говоря, регулировки, вот мы открываем здесь, открываем там, срабатывает физика, перепад давления, и она вообще эффективно пронувает, то есть вы можете просто реально, ну, понизить или повысить температуру, вот, опять же. А как мне, а можно ли это делать автономно? Или это слишком дорого получается? Существуют еще дополнительные насосы электрические для повышенной вентиляции. Они позволяют, ну, просто, ну, гораздо быстрее это все делать, вот, но тем не менее, в целом он рассчитан именно вот на механическую регулировку. То есть расход электроэнергии только на лампочку идет. Это тоже же было, да? А, пластик, все? Все из пищевого полипропилена. А сколько, еще раз напомните, стоит такой ПП-1? Так, по поводу стоить, значит, смотрите, вот у нас стоимость всех моделей. 156 тысяч, да? Да. Это уже вот полки? Полки, да, кроме вот этого антуража. И, собственно говоря, стоимости монтажей в зависимости от типа грунта. Сюда не входит только доставка и песок, который необходим для монтажа. Опять же, на выставке мы на любое наше изделие, в том числе и на это, даем купоны с 20% скидкой. Если в этом году какая-то есть мысль что-то сделать, берите купон, экономьте деньги. Ну ладно, я подумал. Монтаж непростой, просто закопать в землю будет недостаточно, у вас будет проблема, повод, да, у него с грунта. Я понял. Поэтому мы ставим плиту, ее якорим, потом примерно от 0,7 до метра опалубку, заливаем бетоном, и когда бетоном стал, обкладываем утеплителем, дальше, ну, желательно намывной песок, его максимально пролить и не трамбовать, что получилось вокруг короб. Ну, грубо говоря, получается где-то 190 тысяч, да, я правильно понимаю? А, нет, ну, да, примерно. Вот стандартный грунт, такой основной, да, вот если не плун, не скальный, то вот в эти деньги можно выложиться. Сюда добавится доставка, как я вам сказал, и песок. Песок мы требуем обычно от заказчика. Вы на песке экономите деньги. Так, подождите, это не с учетом его, да, уже? Нет, это стоимость только монтажа. А, у вас? Сам, сам, погреб. А, все, вот, 56, все, и 70, 210, 210, 220, нет, получается. Любой погреб, это как готовое изделие, то есть просто закопали, уже пользуйтесь. Опять же, не гниет пищевой полипропилен, у нас нет образования грибка, это тоже очень важно. Может быть конденсат, такой бывает, зависит от регулировки. Может там где-то появится вода, но при этом грибок не появляется, это очень важно. Ну, для подобного изделия. Перепады, опять же, по температуре, я так понимаю, они незначительные, они связаны с этим самым, со временем года, да? Совершенно верно. То есть это можно раз в месяц где-то... Ну, как-то так, у нас в грунте, потому что племена она стандартная. И вот именно за счетом погреб, как мы живем. Есть у нас модели лонговские, то есть горловина увеличивается на полметра. Иногда люди хотят его еще глубже зарыть, еще проще контролировать температуру. Такая еще тоже мысль. Но в целом мы в северных регионах, в основном, продаем лонги. Там другие просто проблемно работают. Идет промерзание через верх. Смотря на весь утеплитель и так далее. А здесь можно даже обычный спор. Хорошо, спасибо большое. Все доброе. Общаетесь, да? Можем поговорить, да. Можно поговорить? Ну, давайте поговорим. А что вы тут в Крыму предлагаете? Мы занимаемся подбором любой недвижимости. Мы занимаемся подбором любой недвижимости. Из Крымы или вы отсюда? Я представитель Санкт-Петербурга, я имею в виду Санкт-Петербурга. Я представитель Санкт-Петербурга. Дома, дачи, квартиры, пельничка, вторичка, виноградники. Ну, в Крыму-то я бывал уже, это самое, последнее, в том году ездили на машине. Скажите, пожалуйста, вообще, вот больше всего это, конечно, интересует, это, скажем так, юридическая составляющая. Вы сами понимаете, каким образом Крым перешел в наши, скажем так, руки. А не будет ли это в дальнейшем, что, купив вот сейчас недвижимость, не будет это в дальнейшем вдруг, ну, всякое бывает, да, то есть в нашей жизни. Это все-таки риск. Да, потому что это вопросы, да, да, это больше всего волнует. А скажите, пожалуйста, что сейчас у тех людей, которые купили недвижимость в Крыму, россиян, еще при Украине? У меня есть знакомые, которые обладают недвижимостью, надо будет уточнить. У них есть в этом Балужке и в Ялте есть. То есть те люди, которые покупали при Украине, наступила Россия, они так же стали собственностью. Те люди, которые покупали в Украине украинцы, да, они по себе и собственностью. То есть как бы с этой стороны, как бы проблем нет? С этой стороны проблем нет, крови земельных участков. А что с ними не так? Потому что иностранцы... Ну вот я сейчас являюсь иностранцем вот в этом случае или нет? Вы гражданин России? Нет, я просто все узнаю, все спрашиваю. Если бы не гражданин России, то сейчас участок в Крыму приобрести нельзя. То есть владеть участком иностранцев, они до 20 марта 2020 года должны и вам продать. Ну у нас есть закон вообще о приграниченных территориях, согласно которым иностранцы могут владеть участками земельных. Также это и в Ленинградской области, да, вот в Севском районе. Иностранцы могут владеть земельным участком на приграниченных территориях. Крым относится также к приграниченной территории, поэтому квартиру вместе нужно, земельный участок вместе на иностранце. Жители России, пожалуйста, покупайте. Хорошо. А где вы можете порекомендовать приобрести недвижимость с точки зрения, скажем так, и инвестиций? Инвестиции разные. Инвестиции перепродажи? Нет, как вот сейчас вот всем недавно вот общался, ну вот покупка, например, каких-то апартаментов, которые, например, сдаются. Сдаются, но не мной, а какой-то управляющей компании. Ну очень популярна и в Каторе. Очень популярна вот всего в Куполе, Кача, Орловка. То есть там тоже сейчас строят. То есть нет, вот есть такие объекты, которые... Да, конечно, конечно. А у вас есть это? Или это надо чуть подробно... Мы выбираем в Каторе, мы стоим какого-то конкретного застройщика, мы работаем с разными застройщиками, соответственно, под целью наших клиентов выбираем. В Евпаторию там достаточно, ну более-менее, плюс-минус хорошая дорога, и подъехать нужно. Там же сейчас вот эта основная федеральная дорога сделана, да, я так понимаю? Давайте так, по-честному. К Евпатории отличная дорога, но в Евпатории нет. Нет, я знаю, о чем вы говорите, да, я там тоже немножко так исключил. Самый главный путеводитель, Дим. Ты понял, да? Для тебя стараюсь. Вот буклетик вы взяли. А вот это я взял. А вы там живете, то есть если что, если я вот... В этом году, может быть, поедем? У меня ютуб-канал, я так понимаю, что у вас есть. О, отлично, отлично. Все, залогнемся. Там я делаю обзоры на недвижимость. Это хорошо. На вторичку, вторичку, украинку, городов. И на самом деле сейчас вот развитие канала своего для, скажем так, риэлторов, да, это достаточно интересное направление. Потому что я вот в Турции как-то смотрел, было такое дело. Женщина ходила, рассказывала там 5 метров, там, ну, условно говоря, 5 метров, 40 метров там до воды. Такие-то вот остановки, столько это стоит. При том, что там, ну, там дешевле получается в Турции. Там реально дешевле. А вы не занимаетесь, да, турецкой? Я понял. Хорошо, я тогда обязательно посмотрю ваш канал, очень интересно. Ну, все, не буду отвлекать вас. Спасибо большое. Всего доброго. Ну, что, друзья, вот мы и побывали на этой замечательной выставке, которая посвящена загородному строительству. И не только, а также выгодным инвестициям. Я надеюсь, что наш выпуск был вам очень полезен. И если вы так это считаете, обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, если вы хотите, чтобы на нашем канале в дальнейшем выходили именно и такие же еще ролики. Поэтому будем очень признательны в то, куда нам стоит поехать. Ну, на этом все. Спасибо. Пока. Уа, пурера. Запись-то идет? Запись-то идет. Вот, отлично.